Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Квести» в Карачаево-Черкесии. В колхозе плем-репродукторе Кубань готовятся к уборке урожая. В этом году аграриями сельхозпредприятия были посажены пшеница, кукуруза и подсолнух. О том, как идет подготовка к сбору сельскохозяйственных культур, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На сегодняшний день в Кубани активно идет подготовка к уборке урожая. Этот сельхозартель является динамично развивающимся сельхозпредприятием. Вот уже много лет под чутким руководством Марины Барлаковой хозяйство продолжает функционировать, обеспечивая стабильность социальной сферы в республике. Идя по стопам своего отца, ученого-агронома Рамазана Айбазова, который вложил всю свою душу в становление сельхозартеля Кубань, Марина Барлакова старается делать все для его процветания. Я, как его дочь, могу сказать, что до его уровня абсолютно не стремлюсь, скажем так, но сохранить те принципы, которые для него были важны и которыми он в своей жизни не поступался, я стараюсь идти именно этим направлением. А зима и пшеница имеют особую значимость в обеспечении продовольственной безопасности населения. Так в этом году в сельхозартеле Кубань засеяли около 400 гектаров этой зерновой культуры. Уже в середине июля будет проводиться уборка зимой пшеницы в закрома. Семена у нас свои. Мы приобретаем первую репродукцию в основном краснодарской селекции. Семена российские. И потом уже ее распространяем на своих полях в течение четырех лет. Потом вновь обновляем. Любая культура, она капризная. К ней нужен очень такой серьезный подход научный. В этом году у нас новый агроном, молодой, достаточно амбициозный, трудолюбивый. Его зовут Умара Козба. Но вот благодаря ему в этом году у нас очень хороший урожай, показатели хорошие по всем культурам. Также в хозяйстве было посеяно около 900 гектаров кукурузы и 200 подсолнечника. Можно увидеть, как аккуратны плодовиты поля сельхозартели Кубань. Это все благодаря трудолюбию коллектива и грамотной работе главного агронома Умара Козба. Ведь урожайность зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от профессионализма аграриев. Обработка почвы сейчас, межгрядная культивация, опрыскивание подсолнечника, готовимся к уборке. Все хорошо, все отлично. Работают все люди, не подводят никто. К сожалению, из-за прошедшего града был нанесен значительный ущерб. Где-то около 30 процентов, рассказала руководитель сельхозартели Кубань Марина Барлакова. Культура земледелия в этом году у нас хорошая. Конечно, это все благодаря нашему главному агроному, его команде надежной, которые выходят на обработку и в ночную смену. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы выразить им свою благодарность. Все-таки основная нагрузка у нас ложится на нашу тракторную бригаду. Со следующей недели начнется уборка ранних зерновых культур. И мы надеемся, что погода нас не подведет, отмечают аграрии. Альханеп Шоков, Зумрат Гербекова, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. В Черкесске в рамках Всероссийской недели правовой помощи состоялась бесплатная юридическая консультация граждан республики по вопросам защиты интересов семьи. Мероприятие приурочено году семье. Консультации проводят студенты СКГА под чутким руководством практикующих адвокатов. В ходе приема разобрали ряд вопросов. Организаторами мероприятия было обращено внимание на то, что важно обращать внимание, какие документы подписывает человек. А если есть необходимость в получении консультации юристов, важно не откладывать и узнать ответы своевременно, чтобы потом не было проблем. Про стадию, когда я скажу, что в правовых ситуациях это в том числе и расторжение брака, и алиментные обязательства, как они исполняются на разных этапах и стадиях. И в том числе, несомненно, вытекающий из этих вопросов раздел совместно нажитого имущества. В первую очередь, прежде чем принимать какое-то важное решение для себя, необходимо обратиться, если не за платной консультацией, то в таких вот, в рамках таких вот бесплатных дней оказания помощи, которых много в нашем регионе, необходимо обратиться за консультацией бесплатной, получить уже алгоритм действий, исходя из этого, уже решать все свои насущные вопросы. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В горах местами плюс 6, плюс 11, днем плюс 29, плюс 34, в горах местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5,10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 32, плюс 34 градуса. Парк «Зеленый остров» – любимое место отдыха в Карачаевске. По просьбам жителей города планируется расширение и улучшение данного объекта. Скоро у людей будет больше новых развлечений, а также больше новых рабочих мест. Подробнее в материале Амина Артабаевой. Парк «Зеленый остров» является одним из самых красивых и посещаемых мест в Карачаевске. Здесь любят проводить свое время как взрослые, так и дети. Преображение «Зеленого острова» стало возможным благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тысяч человек. На «Зеленом острове» расположена асфальтированная парковочная территория, рассчитанная на 50 мест и более. Креативный центр, построенный для проведения различного рода массовых мероприятий. Детские, развлекательные и спортивные площадки, мастерские и многое другое. По поручению мира, вот сейчас построен, вот справа с стороны находится пешеходный переход. Это улица Пушкина, это микрорайон Алмалатала называется. Он буквально построен, издан в эксплуатацию в этом году. Это соединяет улицу Пушкина с парковой зоной. Ну, соответственно, отсюда легче добраться до города. В дальнейшем планируются прогулочные места по набережной. Вот, как видите, дамба здесь находится по имени реки Тиберда. На этой дамбе тоже будет благоустроено. Будут устанавливаться скамейки, зеленая зона. Будет обустроена плиткой. Ну и цветы, конечно, зеленая зона со цветами, с деревьями. Парк является любимым местом приятного времяпровождения не только у гаража, но и у приезжих. Очень много туристов посещает зеленый остров. К примеру, по дороге в Дамбай экскурсионные автобусы останавливаются здесь. Гости любуются здешними красотами и отдыхают с дороги. В целом все очень нравится. Шикарные виды, шикарный воздух. Прекрасно сделано благоустройство. Очень приятно видеть современные решения. Только положительные эмоции. А еще благодаря реализации данного проекта появились дополнительные рабочие места. Желающие могут устраиваться на работу, а самое главное – получать опыт и учиться чему-то новому. Совсем скоро здесь появятся детские машины и батуты, которые так любят дети. Также завершается строительство кафе, которое откроется совсем скоро. Амина Артабаева, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Поблагодарить за плодотворное сотрудничество и взаимодействие пригласили в Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии сегодня журналистов республиканских средств массовой информации. С торжества репортаж Аллы Динаевой. В актовом зале Управления сотрудники службы судебных приставов собрались на совещании, но в начале… Приятная миссия. Мы сегодня будем вручать награды нашего директора, директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Васильевича Арестова. Тем людям, благодаря которым о нашей работе знают жители республики, не только республики, это наши уважаемые журналисты. Очень приятно будет сегодня вручить заслуженные им награды. Благодарность руководителя Федеральной службы судебных приставов вручили нашей коллеге Светлане Шагановой, заместителю начальника службы информации ГТРК Карачаево-Черкесия. Наградили и сотрудника ЦУР Тимура Мамхягова за значительный личный вклад в информационное освещение деятельности службы судебных приставов. Была отмечена работа и представителей республиканских газет «День республики» Абазашта, Черкесхэку, Новой Давысы, Карачай. Фотографируясь после награждения, журналист Фатима Батчаева не забыла соблюсти правила горского этикета и встать с правой стороны, как и положено Горянке. А главный редактор газеты Абазашта Фардаус Кулова приготовил сотрудникам службы судебных приставов сладкий подарок национальную халву. Нам очень приятно, что нашу скромную работу служба судебных приставов отметила благодарностью. Ну, как говорится, доброе слово, но всем приятно. Сотрудничаем давно, сотрудничаем многие годы, сотрудничество плодотворное. Мы самые интересные пресс-релизы получаем именно от службы судебных приставов. У них работа сложная, но та большая работа, которую они проводят по взысканию алиментов, мне близка не только как журналисту, но и как председателю Российского детского фонда. И мы, конечно же, им за это благодарны. Очень неожиданно хочется выразить огромную благодарность управлению судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике за столь высокое внимание к журналистам, и, конечно, к нашей телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия». Мы всегда рады сотрудничеству. А завершилось награждение журналистов фотографии на память. Аладинаева Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Вековой юбилей родной газеты «Черкесхэку» журналистка Амадина Асланукова отметила на высоте 5 642 метра над уровнем моря. Своё восхождение на самую высокую вершину Европы она приурочила и к юбилейному году печатного издания. Из героиней из песен бессмертных бардов Висбора и Высоцкого, альпинисткой в душе и уже на деле встретилась Фатима Даурова. Здесь вам не равнина. Здесь климат другой. Эльбрус крайне своенравен. Он любит показывать суровый характер, проверять на прочность своих гостей и лишь бы кого на вершину не пустят. Но Амадин упустил. Он принял её внутренний настрой и всепоглощающее желание родом из детства – достичь самую высокую точку Европы. После недельной акклиматизации и каждодневных тренировочных восхождений, группа, в которой была Амадина Асланукова, на рассвете вышла на штурм главной вершины. И вот здесь альпинистка поняла, что значит настоящая ценность доверия, силы воли и здравого смысла. Каждый шаг отдавался эхо мечты, влекущей в поднебесье. Ноги пошли, дорогу осилит идущий. Вот эта фраза меня держала. Одна за другой шаги идут, идут. И нам говорят, остаётся 40 метров, всего 42 метра до вершины. Там уже такой пологий склон. Идёшь, и вот эти 42 метра, как 40 километров, твои ноги не идут, тяжесть в ногах, дыхание нет, сдавленные лёгкие. И вот эти моменты, и ты знаешь, что там наверху один человечек уже стоит, и ты хочешь и двигаешься туда. Это было настоящее боевое крещение. Мобилизовав все ресурсы, физические и ментально-духовные, Маддина преодолела все преграды для достижения своей мечты. Уже находясь на вершине двуглавого Эльбруса, она ощутила. Смотришь вниз и знаешь, что как будто весь мир под ногами перед тобой. Это дорогого стоит, это вдохновляет. До сих пор, вот столько дней меня это держит. Я не знаю, когда меня это отпустит. Меня спрашивали, вот ты очень близко, если поднимешься, очень близко будешь к Аллаху. И ты что можешь попросить? А я поднялась, я ничего не просила. Я сказала, спасибо, что у меня получилось. А дома ее ждали родные, друзья, коллеги, вся печатная братья и жители республики, которые следили за каждым ее шагом и, несомненно, верили в успех ее экспедиции. По возвращении Маддину встретили как настоящего героя под звуки национальной гармоники, букетами цветов, поздравлениями за высокое достижение. Поздравил новоявленную альпинистку и Мухаддин Папшуов, совершивший шестикратное восхождение на Эльбрус и не понаслышке знакомый с его суровым кавказским характером. Впервые на Эльбрус поднимались два человека. Это австриец Хилари и Тенцель Норгея, это Шерп. Они через два года приехали сюда, подниматься на Эльбрус. Но погода не позволила этому великому альпинисту подниматься туда. Это говорит о том, что это очень сложная вершина по погодным условиям. Она совершила восхождение на западную вершину. Это неописуемо. Когда затихли победные фанфары, наша героиня вернулась к истокам, к родным просторам, к горе Хатейо, на которую она поднималась для тренировок каждое утро в рассветные часы. С ее вершин она окликала взглядом пока еще сонные поутру два родных аула – Жако и Алибердуковский. Здесь наша героиня с благодарностью в сердце попрощалась с ним до следующего раза, пока вновь ее не призовет очередная вершина. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!